Свидетель обвинения подтвердил, что видел расправу над полицейскими. По версии следствия, двое полицейских осенью 2009 года получили вызов в одну из сауны, где избивали женщину. Прибыв по указанному адресу, они оказались в руках владельца сауны и его сотрудников, которые скрутили и ограбили самих полицейских и даже насильно вливали им водку в рот. Лежали, завязаны руки, два милиционера, и он сбивал их. Это при мне было. Я Аллах свидетел, я клюнусь в правду, при меня он сбивал. Я говорю, они же в форме нельзя же, в своей семье. Он не слушал за мне, он сказал, заливать им в рот водку и завязал одного вот так руку, второго вот так, ахан, и лежал он в финал. По мнению адвоката Шемербая Агабекова, дело 9-летней давности против его подзащитного бизнесмена всплыло именно сейчас, потому что сам предприниматель подал заявление на полицейских. Правда, совсем по другому поводу. Вся беда началась после того, как 12 и 15 декабря 2016 года в помещениях, в его зданиях, которые находятся в аренде у других лиц, произвели обыск. Обыск, осмотры по задержанию, мероприятия по выявлению фактов сводничества. В этой части никаких у нас вопросов нету. Это нужно проводить профилактику и, в принципе, соответственно задерживать. У нас в другом. В этот день при задержании вот этого сводничества, факта, они зашли, взломали двери бронированные и зашли в другие помещения, где сидят другие арендаторы. В том числе зашли путем взломов в его кабинет, и где из этих кабинетов огромное количество были похищены имущества, денег. Мы предполагаем где-то около 70 миллионов тенге, которые не были включены в протокол допроса, а вернее протокол обыска следователя. По официальной информации ДВД в ходе обыска сауны оперативники изъяли у задержанных 1600 долларов США, около миллиона тенге, компьютерную технику и другие доказательства организации притонов и сводничества. Самого бизнесмена в тот день в Шенкенте не было. По возвращению он вместе с другими арендаторами обратился с заявлением на действия следователя и полицейских, проводивших обыск, а также по факту пропавшего имущества. В этот период, теперь Жуниспехов, на которую пишет мой подзащитный, возбуждает уголовное дело в отношении Бикиева. О том, что он когда-то в 2009 году оказал сопротивление работникам полиции, что избивал их, связывал, что водки заливали в рот. И причем, что удивительно, когда было зарегистрировано уголовное дело, зарегистрировано уголовное правонарушение в Жуниспеховом, не было заявлений со стороны потерпевших. Заявления потерпевших появились через более одного месяца с теми обстоятельствами, которые изложил следователь. Пострадавшие заявляют, что обращались к своему руководству сразу же после инцидента в 2009 году. Однако тогда в полиции делу ход не дали. Меня начало, вот, мое начальство так же искать, чтобы я успокоился, чтобы в отношении меня не будет никакого преследования, ничего. И они займут, просто замянут это дело. И вы с этим согласились? Я из-за того, что в то время был просто один. Судебное следствие продолжается.